здравствуйте рад вас снова приветствовать на нашем youtube-канале инотпостригун в прошлом видео мы с вами сделали обзор на замечательный триммер endy slimline pro d7 и я обещал что сделаю сравнение с триммером endy slimline pro-li d8 вот у нас два этих триммера лежат они очень похожи так сразу и не скажешь в чем отличие ну давайте посмотрим итак d7 выпускается только в черном цвете на сегодня возможно там будут дальше какие-то варианты но сейчас он только в черном цвете d8 выпускается в таком хромовом цвете и в точно таком же черном цвете он тоже производится но пока в нашем магазине таких не было привезем дальше отличие первое внешнее отличие это кнопка на кнопке d8 у нас есть индикатор заряда сейчас он не горит но если вот туда шнур зарядки он загорится зеленым цветом здесь никакого индикатора заряда нет потому что индикатор заряда у данного триммера размещен на зарядные подставки здесь у нас внутри фактически ничего нет только аккумулятор выключатель и мотор здесь же у нас стоит аккумулятор выключатель между ними стоит микросхема для контроля заряда аккумулятора ну и здесь мотор даже у этих примеров абсолютно одинаковые абсолютно один артикулярный номер это ножи шириной около 32 миллиметров с возможностью регулировки длины срезами настройки длины среза можно выставить ее вновь но не советую резать клиента ножи не быстросъемные они на винтах и в том и в другом случае чистка немножко затруднена но как правило для триммера это не проблема волоски мелкие не сами вылетают легко дальше этот триммер имеет литий-ионный аккумулятор этот пример имеет металл гидридный аккумулятор поэтому этот пример чуть тяжелее 139 грамм против 116 граммов на 20 грамм благодаря этому он немножко приятнее лежит в руке легкость от не всегда хорошо вот этот более тяжелый он как-то приятнее ложится в руку кроме того из-за различных размеров аккумуляторов здесь аккумулятор потолще и покороче здесь обычный пальчиковый аккумулятор этот пример он немножко короче за счет этого он тоже как-то приятнее лежит в руке то есть в целом эргономика мне больше нравится именно у d7 хотя это более простая модель новый в руке она лежит приятнее удобнее здесь кнопка за счет таких вот насечек 3 штучек они очень рельефные они хорошо выступают из плоскости то есть палец здесь не проскальзать здесь никаких насечек нет здесь просто такая выемка в профиле поэтому если пальцы там в воде или в масле да то немножко может проскальзывать кнопка но тем не менее не критично дальше если посмотреть на эту часть корпуса то у d8 есть возможность заряжаться от провода напрямую здесь только выведены контакты то есть заряжаться можно только от зарядной станции отдых станции кроме того триммер d8 может работать от провода это конечно плюс но триммер d7 работает два с половиной часа от одного заряда аккумулятора это чуть поменьше два часа но это тоже очень много то есть разрядить его за смену надо постараться кроме того у обоих этих аккумуляторов у нас фактически отсутствует эффект памяти здесь он отсутствует полностью здесь он очень небольшой поэтому можно спокойно в любой момент 5 минут поработали поставила на зарядку еще пять минут поработали поставлена на зарядку то есть опять же разрядить его вновь за смену нереально только если вы несколько дней подряд забывали его заряжать но это большой вопрос успеете ли вы его за три дня разорядить в ноль даже при большом потоке клиентов и использовать его именно как кантовочную машинку прикантовать там сделать какие-то узоры что еще рассказать моторы мотор и там и там само собой роторный мощность у них разные поскольку разные аккумуляторы у них разное напряжение то есть изначально взяли моторы под разное напряжение то есть это просто тупо разные моторы и у них разная мощность у этого мощность меньше один ватт, у этого около полутора ватт, но чисто вот по ощущениям здесь вот я сдавливаю чуть посильнее и ножи останавливаются практически здесь как бы я не старался я не могу остановить нож просто со всех сил давлю, он чуть-чуть замедляется и все остановить невозможно то есть по ощущениям здесь мощность на самом ноже существенно выше, чем здесь хотя потребляемая мощность здесь меньше в полтора раза 1 ватт против полутора ватт, но здесь как-то лучше он работает мощнее, то есть КПД у двигателя видимо все-таки выше сам двигатель здесь несколько крупнее по размерам, чем здесь что еще рассказать? да в общем-то больше и нечего и так к плюсам этого триммера D8 можно отнести то, что он может работать от провода возможно когда-то это вам и понадобится хотя я лично сомневаюсь что еще к плюсам отнести? литийный аккумулятор менее требовательный, то есть его можно каждый день не полностью разряжать и ставить на зарядку к плюсам данного триммера можно отнести более удачную эргономику он гораздо приятнее лежит в руке хотя очень похожие они по форме и по размерам вот эти 20 грамм на которые он тяжелее они приятно у нас ощущаются в руке как-то увереннее движение кроме того по ощущениям этот триммер немного мощнее не в разы конечно же но чуть-чуть мощнее и пожалуй по плюсам и все из минусов здесь никель-металл-гидридный аккумулятор который можно каждый день не до полного разряда доводить и ставить на зарядку но раз в два месяца производитель рекомендует разряжать машинку в ноль для этого смазываем тщательно нож включаем и оставляем пока нож полностью не остановится и после этого заряжать полностью раз в два месяца можно чуть чаще можно чуть позже но периодически такую процедуру надо проводить и так такие вот практически одинаковые триммеры разница в цене довольно ощутима поэтому в принципе вот это очень интересный вариант D7 он существенно ниже при этом таких прямо фатальных минусов у него нет поэтому советую присмотреться суперский вариант для дома очень хороший вариант для работы на это пожалуй все будут вопросы задавайте их в комментариях под видео либо в нашей группе ВКонтакте вступайте в нашу группу ВКонтакте подписывайтесь на наш YouTube канал Енот Постригун заходите в наш магазин Енот Постригун на сегодня все пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok